Если представить идеальную образовательную среду, то это индикатор нравственного и духовного состояния общества. Я считаю, что такая среда должна учитывать возрастные особенности ученика, а также совмещать в себе различные виды деятельности, например, проектную работу, исследовательскую работу, игровые формы обучения, а также цифровые платформы и средства образования. Мне очень понравились фразы «Сделать себя нравственнее, добрее, чище» — это значит сделать таки мир вокруг себя. Современная российская школа предоставляет такую возможность педагогу, поэтому путь, который я предлагаю своим ученикам, — это именно путь преображения и роста. Налаживание и установление контакта, найти подход к каждому ученику, вовлечь его в образовательный процесс, помочь обрести уверенность в своих силах. Я считаю, что это истинное предназначение каждого педагога, и я в своей работе пытаюсь достичь именно такого результата. «Будущее начинается сейчас» — слоган современного школьного образования. По сути, школа формирует интересы учащегося, а также в дальнейшем влияет на выбор профессии. Меня привлек современный формат конкурса, а также его актуальная тематика, и я хотела бы поделиться успешными проектами, реализованными мной в гимназии номер 642 «Земля и Вселенная». Примеры работы в данном направлении. Традиционной формой воспитания являются детско-юношеские движения, организации, сообщества с историческими и социально значенными целями. Например, участие учащихся в российском движении школьников. Возможен и партнерский диалог с традиционными российскими религиозными объединениями. Например, девичий клуб при отделе по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Эко-волонтерство и добровольчество. Своевременное социальное созревание ребенка происходит посредством его добровольного и пассивного свечения в решении проблем взрослого сообщества. Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание открывает перед ним возможности для нравственного поступка. Волонтерство – одна из возможностей для учащихся быть социально востребованными. Уроки литературы позволяют также интегрировать программы духовно-нравственного воспитания в изучении художественных произведений и народного фольклора.